Итак, дорогие друзья, доброе утро! Всем бодертов! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Тору Мишли, первая глава, речи царя Соломона. И сегодня мы ее с Божьей помощью закончим. Закончим. Сейчас собираются все, кому в данный момент, у кого есть интерес к постижению божественной мудрости. Это очень интересно, да? Каждый человек, он по жизни двигается своим интересом. То есть, вот каждый человек, у всех есть какие-то интересы, желания. И вот сейчас, да, никто же не заставляет, правильно? Ну, Влад Косов, например, он работает на портале ВАИКРА. Он как бы по работе пришел. А, например, ну, я надеюсь, что тоже Влад Косов пришел не только по работе. А вот Лилия Берман, например, ее никто не заставляет. Яков Шатадин, шалом. Марина Шувалова, никто и топовый поклонник. Видите, Мария Шувалова. Валерий Фокса. Валерий Фокса. Светлана Микартачан. Микартычан. Это пять согласных подряд. Анатолий Кособуцкий. Все, всем шалом, значит, мы начинаем. Давайте еще раз. Первая глава началась с того, что царь Соломон сказал, что я царь Соломон, сын царя Давида, царь в Израиле. Я вам сейчас помогу познать божественную мудрость. Он сказал, что наивные получат хитрость, умные, хохамим, они получат дополнительные уроки. И, значит, дальше он нам объяснил, объяснил он нам то, что в мире зло и злодеи, они очень активно продвигают себя. Злодеи, они обычно действуют под прикрытием лозунгов очень красивых, как есть известная история про Робин Гуд. Его так назвали. Робин Гуд, да? Знаете эту сказку про Робин Гуда? Так вот, Робин Гуд, он же что делал, Робин Гуд? Робин хороший, его перевод слова Гуд это хорошее, но он грабил богатых, то есть он, люди, например, вот получилось так, что человек там богатый, он родился, ему принадлежит что-то. Робин Гуд, хороший Робин, он говорил, нет, это несправедливо, что ты богатый, давай я у тебя все разберу, заберу и отдам бедным. Так он вошел в историю, как Робин хороший. Богатых иногда приходилось убивать, но ничего страшного, чего не сделаешь ради доброго дела. Есть известная история, как Робин Гуд, он точно знал, что у богатых надо забирать и отдавать надо бедным. А когда он встречал людей среднего достатка, он впадал в ступор вообще, он не знал, что с ними делать, просто не знал. Понятно. Значит, мы изучили психологию вот этих вот Робин Гудов, таких, да, которые, которые злодеи, которые говорят, давай, иди к нам, как коммунисты. Да, сколько они забрали людей из Ешив, сколько они евреев забрали из Ешив под хорошими лозунгами, что они говорили, грабь награбленное. То есть, как бы, чтобы легитимацию сделать, да, чтобы сделать легитимным для себя грабеж другого человека, нужно, нужно что сделать? Нужно просто сказать, что он ограбил, значит, я могу его ограбить. А чтобы убить кого-то, нужно просто сказать, что он злодей, и все, и уже, как бы, сразу полегче становится. Это нам царь Соломон вначале раскрыл вот эту всю историю, хотя, хотя бог установил, что грабеж это грабеж. И в Талмуде есть известная история, как один из главных мудрецов, раби Иуда, он, значит, у него как-то испортилось, написано, стисло 400 бочонков вина. Он был богатый человек, у которого было много вина, винодельня, и у него стисло 400 бочонков. И мудрецы ему сказали, сказали ему, что проверь свои дела, где-то ты что-то не то сделал. Раби Иуда говорит, вы что, меня в чем-то подозреваете, что я сделал какой-то грех? Они ему говорят, а ты что, подозреваешь Бога, что он делает несправедливый суд? Он подумал, он говорит, я не знаю, я все делал правильно, у меня нет никаких, не могу никак, как бы определиться, что делать. Он говорит, не знаю. Они ему говорят, тогда вспомни своего арендатора, у которого ты забрал, забрал-то у него там что-то. Он говорит, по секундочку, он мне не доплачивал, он меня обманывал, и я у него забрал там что-то, чтобы вернуть то, что он мне должен. На что сказали ему мудрецы, что украл у вора, все равно вкус воровства почувствовал. Он тогда, говорит, понял. А как было дело, смотрите, там очень глубоко это все разбирается, но идея была такая, что ему вот этот вот, его арендатор, он, например, в прошлом году что-то не доплатил. А он у него в этом году забрал уже что-то другое. Получается, что тот ему должен, арендатор, но он у него забрал что-то уже в этом году не по закону. То есть, получилась какая-то такая сложная ситуация, и, значит, он решил, что, ну, его думают, зачем мне быть грабителем, подумал Раби Уда. И вернул этому арендатору, вернул те деньги, деньги или что-то он ему вернул. Ну, написано, знаете, что его стисшее вино превратилось в уксус. О, наоборот, его стисшее вино, которое стало уксусом, оно превратилось обратно в вино. Но Талмуд говорит, нет, вы неправильно поняли. То есть, когда говорится, что все вернулось, говорится не, что оно превратилось в вино, а все ему вернулось. Так, вернулось, имеется в виду, что уксус, винный уксус, в этом году он поднялся в цене, и он его продал как вино, которое в хороший год, когда много вина, так вино дешевеет. Так, он продал уксус по цене вина, вот что значит, ему все вернулось. Понятно, да? То есть, жизненная ситуация, она управляется какими-то очень многовекторными законами. И грабитель, который вроде бы он грабит, и он с честным лозунгом грабит, потом все равно в конце концов плохо это все заканчивается. Хорошо, дальше нам говорит царь Шломо, он нам говорит следующие вещи. Он говорит от имени Бога, а Бог с нами говорит через Тору, а Тору нам сообщает царь Соломон. Он говорит так, значит, не хотели вы слушать мои советы, это 25-й отрывок, и увещевания не хотели вы мои. Это как бы Бог через Тору обращается к еврейскому народу. Гамони бейтхэм эскок. И когда будет вам страшно, говорит Бог, я буду смеяться. Элак, буду насмехаться, когда придет ужас на вас. Есть страх и ужас, да, то есть страх и ужас это разные вещи. Как известно, есть тоже известная такая история, как где-то там в церкви венчание, и он говорит, ну, поп, священник поднимает так, говорит этому, венчаются раб Божий Василий, и так на него посмотрел, и страх Божий Василий. Значит, есть страх и ужас, это разные вещи, страх и ужас. И чем они отличаются? Бог говорит, что когда придет на вас, когда придет на вас, значит, Эдхэм и Пахдхэм. Я не помню, какой из них что, но когда придет, вот бывает, что человек видит медведя, и он пугается. Это реальный страх. Это реальный страх. Медведь, который на тебя ввяжет, это реальный страх. Но большую часть жизни человек опасается встретить медведя. То есть он медведя, может, никогда и не встречал, но большую часть жизни человек проводит в тревоге, что с ним случится что-то плохое. Так говорит Бог, он говорит, что когда будет на вас ужас настоящий, я буду смеяться. Когда придет на вас страх настоящий, я буду тоже насмехаться. Когда придет на вас катастрофа, и придет и страх, и ужас, и покроет. И придет на вас, он говорит, цара вы цука. Чем отличается цара? Цара это настоящая неприятность, цука это внутренняя теснина. То есть бывает, что на человека приходит неприятность, а ему внутри хорошо, то есть спокойно. А бывает, что у него приходит неприятность, он и внутри сломался. Бог говорит, когда на вас придет и неприятность, и внутренняя вот эта теснина, вот дойдет до этого, он говорит. Значит, когда вот 70 лет назад наступила катастрофа, 30-е годы, Германия, я читал книги евреев, которые жили в то время в Германии, вообще они были там цари. Они просто фабрики, заводы, министры иностранных дел евреев, то есть они себя чувствовали великолепно. И вдруг 30-е годы, все меняется. Маленькая партия, какой-то сумасшедший Адольф Гитлер, потом эта маленькая партия растет, 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 говорят, кстати, про евреев гадости, они себя спокойно чувствуют. И тут 30-й год, 33-й год, их лишают прав, потом их загоняют в концлагеря, потом их начинают убивать, потом прямо начинается эта мировая война. И заходят они в Литву, в Латвию, и сгоняют вот так вот евреев, которые были врачи, адвокаты, учителя, спокойные люди, никого не трогали, дети. И вот так вот их прямо гонят 100 тысяч в Бабий Яр, женщины, дети, старики, и говорят, раздевайтесь и убивают всех. Это страшно. И те люди, которые это пережили, они вначале взывали к Богу, а Бог молчал, они потом искали Его, кто поможет, а Бога не было. Это то, что Бог предупредил в первой главе Мишли через 3000 лет назад. Он говорит, тогда, вот тогда, будете взывать ко мне, и не отвечу. То есть, прям конкретно он сказал, не отвечу. Тогда будете искать меня, и не найдете. То есть, Бог на тот момент скрылся из мира и сказал, ну вы сами, вы сами можете, да, Израиль же существует сам по себе, он сказал. Вы же верите, что вам Тора не нужна, что вам не нужно вообще больше ничего. Вы коммунисты, вы социалисты, вы в Америке там деньги зарабатываете. Ну давайте посмотрим. Когда, кстати, интересно, что в 20-е годы, в 20-е годы в Сан-Рема дали Британии мандат и сказали, все, евреи могут возвращаться. И с 20-го года по 30-й год, когда сказали, народы мира уже собрались и сказали, давайте, евреи, возвращайтесь, вот вам Израиль. Не поехали? Нет, говорят, нам не надо. Мы 2000 лет молились, мы молились 2000 лет. Мы прямо в Беркат-Амазон говорили, что спасибо за землю, а сейчас можно ехать, но мы не поедем, мы посидим еще посмотрим. Как, где, где вы посидите, посмотрите. Везде посидим, посмотрим. Ехали единицы. С 20-го по 30-й год, когда было открыто, ехали единицы. Потом, когда закрыли с 30-го года, когда как раз фашисты пришли к власти, то англичане закрыли въезд в Израиль. Уже хотели ехать, а уже было некуда, уже не пускали. Почему, объясняет Бог в 29-м отрывке, 29-й отрывок 1-й главы. Так, тахат, ки, сану, даат. Потому что вы ненавидели познание, ненавидели вы божественное познание. Ваират, адуйной, лобахару, и страх перед Богом не выбирали. Не выбирали. Значит, всегда у человека есть выбор, чего бояться. Или бояться потерять работу, или бояться голода, или бояться медведя, или бояться Бога, который спасет от всего остального. Страх есть всегда. Но, значит, говорит царь Соломон, из-за того, что вы ненавидели, да, познание Бога вы ненавидели, Ваират, Ашем, лобахару, не выбирали вы страх перед Богом, как систему жизни и главное управление. Вот, что мной в жизни управляет. Тридцатый отрывок. Ло Авули Ацати, не хотели бы моих советов, а просто закрывали Тору и говорили, что за устарела эта книга, какие Мишли мы будем учить. Мы будем учить физику, мы будем учить математику, мы будем учить там профессии и так далее. Ехать в Израиль, зачем вчерашний день? Ехать, учить Тору, вчерашний день. Будем коммунистами, будем социалистами, будем там и так далее, и так далее. Второе, говорит царь Соломон в тридцатом отрывке первой главы. Ло Авули Ацати, не хотели бы слушать мои советы? На отцу коль то хахти, и вы пренебрегали моими увещеваниями. Пренебрегали. И тридцать первый отрывок, он говорит, как бы суть. Кстати, Каэли Теклизиаса, он тоже с этого начинает. Вы ехлу ми придаркам, и будете вы кушать от плодов своих путей. То есть, все, что человек в своей жизни получает, и народ в жизни получает, это плоды пути, по которому человек идет. Вначале ты идешь по пути, потом на этом пути ты получаешь плоды. Вы ехлу, все, что вы получили, ми придаркам, это плоды вашего пути. У ми муа цотеем из бау. И от своих советов вы насытились. Вот этот вот Карл Маркс, который был еврей, которого родители крестились, ну, который просто, он был атеист, пренебрегающий всем, всем. Вот, пожалуйста, плоды его пути. Его похоронили в Англии, человек без гражданства. 11 человек пришло на похороны. То есть, он закончил жизнь как никто. И на его идеях погибло 200 миллионов человек. 200 миллионов человек было убито коммунистами за всю историю. Значит, что получается? Что, если вы слушали советы не царя Соломона, а Карла Маркса, то итогом является, является, сталинские, кстати, концладеря в Советском Союзе. В них, я слышал цифру, что было убито во всем этом Гуладе более 50 миллионов человек. Так что тоже, причем первые, кто были, первые поколения, это были евреи. Потом евреев убили, другие евреи, потом неевреи, потом и так далее, и так далее. Вся эта машина убийства, она продолжалась до 1953 года. С 1917 года коммунистический террор до 1953. Это было почти 40 лет. Почти 40 лет террора, вообще постоянного террора. Представляете, ужас. Значит, тридцать второй отрывок. Ким и шуват птаим таргем. Значит, дословно переводится, потому что шевет, это как ссидение наивных, оно их убивает. То есть, есть такие наивные люди, которые, а мы че знаем, мы че не знаем. Без бумажки ты букашка. Главное, что поучился, поработал, поел, поспал, в театр сходил, классно. Вот это жизнь. Все. Это называется птаим наивный. Их убивали за их наивность. Вэшалват кселим таабдэм. А шалва, это жизнь в удовольствии, называется шалва. И к ней стремятся все. А кселим это грешники, которые не соблюдают заповеди из-за того, что они не могут справиться со своими вожделениями. И получается, что шалват кселим, она их потеряет. А мешевать сидения наивных, оно их убивает. В чем разница? Есть у человека жизнь в этом мире, физическая жизнь. И есть духовная жизнь. Жизнь в мире грядущем, вечная жизнь. И когда, когда человек, он идет против Бога, то он теряет вечную жизнь. Когда он не идет против Бога, а просто он там лезет на гору, такой наивный человек, думает, сейчас залезу на гору, посмотрю вид с горы. Он ничего, в принципе, не делает против Бога. Но он может с горы упасть и убиться. Но он тогда, он убьется, но вечную жизнь получит. А человек, который говорит, а я против Бога иду, мне плевать, что Бог сказал и так далее. То есть он начинает идти против Бога, значит он теряет и вечную жизнь, и жизнь в этом мире. Так здесь написано так, что мы живат Таим, вот это сидение наивных, которые не хотят учиться, не хотят познавать, не хотят духовно развиваться. Она их убьет в этом мире. То есть они только в этом мире умрут. Но они, в принципе, наивные такие простые люди. В Эксилим, в Шалват Эксилим. Эксилим, это тот, кто знает про Бога, но из-за того, что у него есть его вожделение, которые ему говорят, ну я же хочу есть еду, какую я хочу. Я в субботу буду ездить на море. И мне плевать, что Бог и Тора сказали, нельзя ездить на море. Я буду ездить на море, потому что это суббота, это мой день, говорит человек. Это я себе все сделал. Это называется Эксилим, грешник по вожделению. И это его потеряет и с этого мира, и с того мира. Значит, а что будет с теми, которые изучают Тору и слушаются Бога, и любят Бога? 33-й отрывок звучит так. В Эшуме Али, тот, кто слушает меня, это говорит Бог через Тору, через царя Соломона. В 33-м отрывке первой главы Мишлей он говорит так. В Эшуме Али, тот, кто слышит меня, Ишкон Бетах, он будет жить в безопасности. В Эшуме Али, он будет жить в уверенности и в безопасности. И В Эшананми Паха Траа. И он будет у него опора от страха злого. То есть, что имеется в виду? Обычный человек, он живет все время в беспокойстве. Он копит деньги, это просто интересная такая мысль. Я знаком с многими очень людьми, многих консультирую. И вот первая забота у человека заработать деньги. И как только он заработал деньги, у него вторая забота их сохранить и куда-то инвестировать. А когда он их инвестировал, он боится их потерять. И у него вся жизнь происходит в беспокойстве. Он зарабатывает деньги, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Потом для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, он начинает эти деньги распределять куда-то, непонятно куда. Потом он боится их потерять, потом, когда он их теряет, он мучается и так далее. Потом эта инвестиция все я приумножу, тут он потерял, тут у него забрали, тут его арестовали. В общем, жизнь проходит в постоянном беспокойстве и чем больше у людей денег, тем больше они беспокоятся. Это очень удивительная вещь. Если не знает Тору, которая говорит, что мы учили в Пертьевод, что умножающее имущество умножает заботу. Если бы мы это не учили, то мы бы тогда удивлялись бы. А так все понятно. Но тот, кто слушает Бога, у того будет внутри спокойствие и он будет жить. Ишкон Бетах, он будет жить в спокойствии и в уверенности. Он знает, что живет он в этом теле, потом он переходит в следующий мир. Беспокоиться за детей не надо, надо за детей молиться и учить их Торе. Беспокоиться за то, что ты будешь ей завтра не надо, потому что ты все равно не знаешь, что будет завтра. Поэтому нужно жить спокойно, радостно, молиться Богу, бояться Бога, учить Тору, делать добро, не делать зло и спокойненько пройти свой жизненный путь и перейти в следующий уровень. Вот то, что нам царь Соломон советует. В Эшумели он говорит, тот у меня слушает. Ишкон Бетах будет жить в безопасности. Все, я вам желаю шаббат, шалом. Чтобы был шаббат, шалом. То есть шаббат, чтобы был остановка. Полная мира и шалома. Шалом в душе, шалом в голове, шалом в теле, шалом и радость. Все. Даст Бог день, даст Бог пищу, не переживайте. И значит с Божьей помощью все будет хорошо. Все. Удачи, успехов, всем здоровья, спокойствия, счастья, успехов и благополучия. Не богатство. Вот богатство это когда хватает, чтобы всем всего хватало. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok